Это было нелегкое решение. Корнел Анатольевич здесь или ушел уже? Значит, когда составлялся план регионального развития, о чем здесь он рассказывал, то уже несколько проектов там были. Этого проекта там действительно не было, строительства этого комплекса. Это была его идея. Он пришел с этой идеей к нам, бесполком. Мы сразу идею эту поддержали, и я, и Башкан, и первый зам. Но вопрос стоял в том, что бюджет на тот год, на то время, республиканский, он еще не был утвержден. То есть просить оттуда денег не было реальности. Вы сами знаете, наверное, две недели назад только республиканский бюджет утвержден. Бюджет Гагаузии уже был утвержден. И денег на этот комплекс заложено не было. Мы сказали, что сейчас денег этих нет, но дождемся второго полугодия, и будет видно, как исполняется бюджет. Если у нас будут появиться какие-то резервы, мы обязательно выделим деньги на этот проект. Причем стоял вопрос так. Потому что, кто понимает, бюджетные классификации, есть затраты на спорт. Мы заранее запросили до появления этого проекта деньги на ремонт крыши нашего ДЮС США. Наши ребята молодцы, они стали чемпионами Молдовы по волейболу, но спортзал не соответствует тому уровню. Мы принимаем гостей, и кто не в курсе, мы выиграли здесь у себя дома чемпионат Молдовы по волейболу, победили Кишиневскую команду. И когда мы их принимаем в таких условиях, конечно, стыдно. И мы пригласили тогда специально на эту игру Башкана Гагаузи. Она увидела, радовалась вместе с нами за победу и обещала, что в обязательном порядке будут деньги на крышу этого стадиона. И теперь встал вопрос, когда появился проект про этот спорткомплекс, на крышу или туда? Было принято единственное правильное решение. И туда, и туда. Поэтому деньги будут и на крышу, и уже выделены и сюда. Но это было две недели назад, что я говорю про этот комплекс. Осталось последнее. Через неделю, насколько я знаю, состоится заседание Народного собрания, которое должно утвердить эту сумму. Как здесь примар предлагает изменения в бюджет, советники голосуют или не голосуют, так и там. Исполком принял единогласно. Я надеюсь, что Народное собрание, через неделю, когда они соберутся, утвердят нам эту сумму. Всем не верилось, что этот объект будет. Но если ничего не делать, его точно не будет. Надо стараться, чтобы он был. Вот такое мое мнение. И мнение исполкома точно такое же. Что касается положения в Совете. Здесь есть старые советники, помнят, кто через это много раз проходил. Было по-всякому. Но всегда получалось так, что интересы города все-таки преодолевали какие-то партийные интересы. Слава Богу, я сейчас отошел от партийных дел. Никакой партии не принадлежу. Мне легче сейчас это дело как бы на это со стороны смотреть. Я скажу, что та ситуация, которая сложилась в городском совете, нездоровая. Я дважды пытался, собирал их, пытался мирить, что-то делать. Но советники, как и депутаты разных уровней, они независимые. Они не зависят ни от меня, ни от примара, ни от кого. Их избирал народ, они отвечают только перед народом. Я что предлагаю? Вы знаете, в Ватикане есть такой закон. Когда уходит в мир иной Папа Римский, собирается анклав, то есть кардиналы со всего мира собираются в Ватикане. Их туда, и бископы, и прочие уже второго ранга священнослужители, запирают снаружи, огромный замок вешают. И сидят они там сутки, двое, трое. Пока не выберут нового Папу, их оттуда не выпускают. Замок снаружи. И даже телефоны, мобильные, все у них забирают. А как узнать, что они решили избрали Папу? Дым. Там есть печка, белый дым. О, Папу избрали. Тогда выходит представитель этих кардиналов на балкон, объявляет, что Папу избрали, их оттуда выпускают. Ну, здесь было предложение неделя. Ну, давайте постараемся. Может быть, если получится, я тоже сделаю все, что возможно. Собрать их еще раз. Закрыть в зале заседания. И пока они там не договорятся, будем возле дверей не выпускать их оттуда. Спасибо. Спасибо, Федор Горьевич. Я бы хотел предоставить слово, если кто-то хочет из советников, пожалуйста. Потому что у нас в любом случае форума нет. Мы вас специально пригласили для того, чтобы публично вы, как аудитория, смотрели, как советники будут голосовать. У нас проблем довольно-таки много. Почему куда-то можно деньги выделять? Ну, конечно, нельзя. Так мы будем всю жизнь жить и ничего не будем иметь. Хочется всем сказать добрый вечер. Но не добрый вечер. У нас ситуация в городе сложилась очень сложная. Крайне сложная. Ситуация, когда парализована вся работа в городе. Когда не принимается никаких решений. Решения, которые предлагает примар или советники из нашей партии. Вот из нашей вот этой вот фракции блокируются социалистами. Причина, потому что выиграл выбор Петриоглу, а не Тютин. Вся причина в этом. Он поставил себе цель. Если не сожру, как тут сказали, то хотя бы не дам ему работать. И он действительно не дает работать Петриоглу. Но страдает-то не Петриоглу один, как примар. Страдает город, страдает население нашего города. Давайте вспомним, сколько мы с вами сетовали, жалели. Вот Камрад строится. Вот в Чедерлунге то-то, то-то возводят. А вулканежты как гиблое место. И в кои-то веки вспомнили, что и есть такой населенный пункт в Гагаузии, как вулканежты. Нам бы радоваться, нам бы аплодировать. Нам бы всем вместе сгрудиться, собраться вокруг этого вопроса. Ведь не для меня этот комплекс. Не для нашего поколения. И даже не для тех, кто помладше. Ведь растут наши дети, растут наши внуки. А это один объект, который, возможно, кого-то удержит в нашем городе. И кто-то из родителей не будет потом плакать в одиночестве, что уехали дети, по всему миру разошлись. И теперь такой важный, очень важный объект. Такое важное дело блокируется кем? Социалистами. Вспомните все. Разве мы не за социалистов выходили голосовать? Разве мы их не поддерживали все? Я имею в виду наш город. Разве мы не надеялись, что вот теперь, когда наша партия и социалисты объединятся, да в городе все пойдет очень хорошо и быстро. Но взыграли амбиции одного человека. Тютина. Я думаю, что это показатель его характера. Его болезненного, мнительного сознания. Он проиграл выборы. Но это не позор. Может быть, ему никто этого не объяснил. При выборах всегда так бывает. Один выигрывает, значит, другой проигрывает. Пожмите друг другу руки. У тебя есть какие-то возможности. У него есть какие-то возможности. Объединились. Ведь ты же обещал своим избирателям. Ведь за тебя же голосовали какие-то тысячи твоих избирателей. Что же ты сегодня плюешь им в лицо? Какой же ты патриот? Простите меня за слово. Хреном выходит ты патриот. И, простите, но уже возмущена не так. И все мы возмущены. А вот так. И я жду, что возмутитесь. И вы, наконец. Я хочу сказать, что все те люди, которыми он манипулирует в Совете. Ведь он не советник. Он манипулирует теми советниками, которые сидят в Совете и в каждом случае звонят. Тютин так, тютин вот так. Выходят на перерывчик. Там устраивают свой между собойчик. И я спрашиваю люди, что с вами делают. Одни говорят, Мария Георгиевна, их запугивают. Я говорю, ну как можно нормального, мыслящего, здорового психологически человека, когда он честно живет перед всеми людьми, как его можно запугать? А другие говорят, нет, их не запугивают. И их тютин покупает. Какой же крутой парень у нас этот тютин, который может купить 11 или 12 советников. Сколько же он им платит тогда? А если не запугивает... Он сам живет за переводы от мамы. Так что он не покупает. Тогда запугивает. Но если не запугивает, если не покупает, то тогда что происходит с этими 12 депутатами? Я вам предлагаю коротко очень проанализировать, проанализировать, простите, состав этих депутатов. Ну начнем, скажем, с Терзи Георгия Гавриловича. Прошел совет от нашей партии, но очень скоро, по примеру тех, которые сидят в Кишиневе, когда затронули его друга Чернева с аптеками, который был монополистом у нас в городе, сказал так, мы с вами не можем договориться, а хотелось ему договориться с Петриоглова. Он тут говорил... На базар! На базар! На базар! На базар! Кого? Меня на базар? Меня купят там, а вы останетесь и будете гнить. Дальше! Иди сюда, лапочка моя! Дальше пошли! Я помню очень хорошо такую ситуацию. Если кто-то не помнит, может быть, Цуркан Иванович Иван Иванович напомнит, когда Тютина с большой партией наркотиков заблокировали на таможне. Отец заплатил огромную сумму денег для того, чтобы его выкупить. А наша райадминистрация взяла его на поруки. Это было сейчас, когда...